МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно, что вы меня пригласили. У меня такой вопрос сразу же к вам. О, а у нас теперь интервью поменялись. Что вы слышали о медитации? Я знаю, что такое есть, но я никогда этого не пробовала. И если честно, не то чтобы слабо верю, но просто не было у меня практики. Вова, я знаю, что пробовал. Я в медитации пытаюсь, да, у меня есть приложение в телефоне. Я иногда, в том числе на работе, разгружаюсь мысленно, слушаю. И это помогает. Поэтому я за медитацией. Будем считать, что я непросвещенная. Объясним всем, кто вдруг не знает, что вообще такое медитация, и какие бывают виды. А тут только я не знаю этого. Хорошо, тогда начнем. Медитация, на самом деле, бывает большое-большое количество разнообразных видов. Сейчас я чуть позже их перечислю, основные. А что такое вообще медитация? Медитация – это навык медитации, это упражнение медитации, это практика. И что такое навык, чуть позже я опять об этом расскажу. Теперь про виды медитации. Как я считаю, то, что на сегодняшний день можно все медитации разделить на три группы. Первая группа – это динамические медитации, где есть физические упражнения, где люди прыгают, делают что-то своим телом, слушают музыку, входят в транс. Также, наверное, очень хорошо распространены, так понимаю, в России, это медитации Оша. Это вот все, что касается динамических медитаций. Второй вид медитации, вторая группа медитации – это концептуальные медитации, либо медитация на концентрацию. Что я имею в виду? Это вот, допустим, мы можем смотреть на свечу, как она горит. Это тоже своего рода медитация, медитация на внимание. То есть наше внимание сфокусировано на свечке. Либо смотреть на черную точку. То есть берем стену, рисуем черную точку, смотрим на точку, все. Либо, опять же, медитация голосом. То есть есть какой-то проводник, либо записан голос, и мы слушаем это в наушниках, либо через… То есть это медитация именно на концентрацию и на внимание. Как я уже говорил, концептуально. Либо есть медитация, это когда люди читают мантру. Это тоже медитация. Это тоже такой большой пласт. Концептуально – это то, что есть какой-то физический объект, либо какая-то ментальная деятельность, либо какой-то образ, точнее. То есть когда мы можем доправить свое внутреннее внимание на определенную часть тела, и на этом мы концентрируемся. Это второй вид медитации. Даже не второй, а вторая группа видов медитации. А третья группа, так я не быстро говорю. Нет, я немножко… Я поняла, что я беру свои слова назад. С динамической медитацией у меня бывает. Пришел и поорал. И вот уже. Нормально, это хорошо, лучше уж орать. А третий вид медитации, это как раз, по которой я специалист, это медитация Mindfuls, тренировка ума, это медитация осознанности. И вот про которую медитацию я сегодня буду вам говорить. Про медитацию Mindfuls. Потому что слово «медитация» – оно большое. И у каждого человека есть свое понимание, восприятие. Все, наверное, у любой человек на Земле, мне кажется, слышу, что такое медитация. Но какие есть виды, чем они отличаются, плюсы-минусы. И тут очень много стереотипов, и тут важно уже говорить конкретный вид медитации. Вот мы сегодня будем говорить про медитацию Mindfuls. Медитация осознанности, медитация тренировки ума. Давайте тогда с чего начать, если вдруг ты решил осознаться и начать заниматься медитацией. С чего начать? Просто начать сесть и начать дышать. Ну то есть тут на самом деле такой и сложный, и простой вопрос. Первое, что это выделить время. Мы все прекрасно понимаем то, что мы живем сейчас вообще в такое время, то что с временем, опять же, у всех дефицит. Ну то есть сколько мы сидим в социальных сетях, сколько мы смотрим телевизор, сколько мы, не знаю, занимаемся какими-либо делами. И просто в день нужно выделить хотя бы три минуты. От трех, если выделили три, отлично, окей. Если выделили двадцать, это тоже хорошо. То есть выделить именно времени. То есть расставить даже приоритеты. А выделить время как? Возможно, можно взять какую-то аскезу. Можно на силе воли, опять же. Можно на интересе. И потом себе какой-нибудь бонус придумать. Если я каждый день буду медитировать в течение 10-14 дней, я потом сам для себя получу какой-то бонус, какую-то хотелку. Это как-то замотивировать в форме игры. То есть выделяем время, садимся и начинаем медитировать. То есть, по сути, место, время, поза. Это не так важно или важно? Опять же, когда люди говорят про слово «медитация», у них сразу же возникают такие красивые картинки. Когда кто-нибудь на берегу океана, в Мудрох, кто-нибудь в Тибете, в горах, какой-нибудь в Монах. И вот такие вот образы – это образы в социальных сетях. То есть это красивые картинки. Реальная медитация – немножко другая. Реальная медитация – это когда утром встал, проснулся, сделал определенные упражнения, дыхательный, ну у кого как. Ты еще немножко заспанный, ты еще немножко сел в ванной. Если, опять же, если вот конкретный пример, допустим, когда мы жили в Санкт-Петербурге, у нас была гостинка, и не было места мне, где медитировать. То есть жена утром ушла на кухню, а мне где медитировать? Я сел в ванну, выключал свет и медитировал там. То есть это медитация, может быть, на балконе то же самое. То есть тут разницы уже нет. И по поводу позы хотел сразу же сказать. То, что, опять же, все представляют медитацию, то, что все должны сидеть в позе лотоса, полулотоса, по-турецки. Да там же с ума сойти можно, все засечет. На самом деле это тяжело. Простите, я приземлен. Абсолютно верно. Вся фишка в медитации это расслабление. Нужно выбрать такую позу, и не обязательно в позе лотоса, полулотоса. Был бы тут коврик, я бы рассказал, как можно сесть поудобнее. Есть там японский стиль. У кого-то позволяет растяжка там в позе полулотоса сесть. Можно просто сесть на стуле, опять же, ну, допустим, конкретное кресло. Просто есть определенные правила. Если представим, что это стул, у нас должно быть 90 градусов. Вот здесь вот ноги. Ну, как, кстати, на полу они не должны болтаться. И прямая спина. Все, руки на колени, закрыли глаза, начинаем медитировать. То есть это можно делать дома. Медитация, это бесплатно, это эффективно, может каждый в любом месте. Это здорово, слушайте. Согласен. Что самое главное? Вот если коротко буквально сформулировать саму суть, что самое главное в медитации? Что она дает и почему это нужно делать? Я вот сейчас зайду немножко издалека и приведу такую небольшую метафору. Представьте сковородку. Сковородка, это подразумевает наш ум, психику, сознательное, бессознательное. Мы сейчас, это разум, все-все-все. И на этой сковородке мы что-то готовим. А готовим это наши мысли, наши чувства, наши тревоги. Все, что вообще происходит в окружающем и во внутреннем нашем мире. И вот наш ум постоянно соприкасается именно с тем, что мы готовим, что мы, как сказать, видим то, что вокруг происходит. А вот тефлоновое покрытие, это и есть медитация. Нам тефлоновое покрытие нужно для того, чтобы было растождествление, чтобы разделить вот наш ум, наша психика, а вот это вот чувство эмоций. Как часто это бывает, тем более мы сейчас в таком мире живем, да не только в таком мире. Или как бы, вот, допустим, вы сегодня испытывали стресс, тревогу в течение дня. Каждый день. В этом мы с тобой тефлоновые. И вот, если без этого тефлонового покрытия, то получается все эти чувства, все эти мысли сразу же переходят на ваш ум. И ваша эмоциональная связь, ну то есть она неразделима. Все окружающее влияет на вас. А суть медитации, медитации Mindfulness, вот в этом именно тефлоновом покрытии. Чтобы было растождествление, чтобы с этим не соприкасаться, чтобы быть наблюдателем, чтобы, опять же, я сейчас перехожу к плюсам медитации вообще, это снизить тревогу, это увеличить свое внимание, увеличить свою фокусировку, даже не фокусировку увеличить, а не расфокусироваться. То есть в течение дня мы можем делать много дел, и иногда это бывает так, что мы это начали, это начали, это не закончили. У нас, к сожалению, заканчивается время, да, но самое главное, что желаем мы всем, это обрести вот этот свой тефлоновый слой. Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Витиченко, преподаватель медитации. Ну, а к закрытию сезона Красноярские театры готовят несколько разножанровых премьер. Спасибо.